Итак, двигаемся дальше. Следующее, что я ставлю в систему, это приложение от Adobe. Я использую пять решений. Photoshop, Adobe Premiere для монтажа видео, Adobe After Effects для более детальной проработки видео, Adobe Audition для обработки звука и Adobe Dreamweaver для работы с веб-страницами. И хотя на данный момент последняя их версия, это Adobe CC 2014, это версия, которая требует подписки. То есть здесь ее нельзя один раз купить и работать сколько хочешь. Она требует ежемесячного продления за какую-то определенную сумму. В данном случае полная коллекция идет у них за 899 рублей. Но я в свое время купил у них версию CS 6, когда еще не было таких платных подписок, когда приложение продавалось как бы единоразово, один раз купил и все. Вот я у них тогда, помню, купил всю коллекцию, по-моему, за 50 тысяч рублей. Тоже была какая-то акция и мне удалось купить все, что мне нужно в районе 50 тысяч. И поэтому я сейчас буду вставить не версию CC 2014, а именно ту версию, которую я в свое время купил. Это версия CS 6. То есть я ее сейчас сразу отсюда установлю. Я ее не буду скачивать с интернета, потому что она занимает очень много места. Я ее в свое время после покупки сразу скачал и сейчас вот просто установлю. Так, у меня закончилась распаковка и началась инициализация программы установки. Сейчас я дождусь инициализации, выбираю. Так, у меня серийный номер есть. Далее. Так, я беру лицензионный номер из своего аккаунта на их сайте, где выдаются лицензии. Так, и вот он для операционной системы Windows, мой лицензионный номер. Так, требуется вход. Войду под своими данными в их систему. Так, и здесь выбираю те приложения, которые я буду вставить. Так, мне нужен After Effects, мне нужен Audition. Так, я также ставлю еще иллюстратор, потому что иногда приходится открывать векторные файлы, и здесь иллюстратор мне помогает. Так, Adobe Photoshop 64-битный вариант. Так, Adobe Premiere, и в принципе все, Adobe Dreamweaver сюда не входит. Его я ставлю обычно отдельно, из отдельного установщика. Так, все, нажимаю установить. И у меня сейчас за несколько минут все это дело установится. Так, все, у меня установка завершена, и вот эти пять приложений у меня уже готовы. Так, и то же самое сейчас мне нужно сделать с Dreamweaver. Так, его я только что загрузил с их сайта, и также запускаю установку. Так, вот у меня также пошел процесс установки. И дальше все по аналогии. Так, и устанавливаю. Так, здесь у меня тоже все успешно. Дальше я обычно делаю следующее. Иду в Program Files, куда у меня установились все эти приложения. И захожу в каждую директорию, и вытаскиваю ярлык запуска на панель задач. Так, закрепить на панель задач. Дальше то же самое с Photoshop. Так, и то же самое с Premiere. Чтобы они у меня все были на панели задач. Так, Adobe Dreamweaver, скорее всего, установился в директорию Program Files x86. Да, вот он здесь. Так, и Adobe Audition еще остался у меня. Да, вот он. Все, теперь они у меня под рукой. И вот эти файлы, которые образовались после установки, которые были распакованы, они больше, в принципе, не нужны. Их можно удалить, потому что они занимают достаточно много места. Так, все. Пакет программ от Adobe у меня установлен.